Мы здесь не в городской школе, где вам ставят оценки за то, что вы там сделали и так далее. Ну, я знаю, что многие достаточно ученики учатся не всегда, чтобы что-то новое. А чтобы мы получали оценку, чтобы родители не приставали, ну, такие нормальные, хорошие дети. Так вот, нас задайте все же. Зачем я эту работу? Не чтобы вам оценок на что-то. А чтобы увидеть, кто что понял, а кто что не понял. Зачем мне это надо? А это чтобы вернуться еще раз и разобраться, чтобы понялись и смогли пользоваться этим материалом. Почему ядро окон до дорога может обходиться без нейтрона, и могут и без нейтрона отходиться ядра других окон? Ответ обозначен. В ядре и водородах никакого нейтрона нет. А в ядрах стальных ядра нейтроны есть. Задавайте вопрос, не молчите вы как рыба. Разберемся, объясним. Потрясающую ошибку Володя Роман допустил. Нейтрон связывает ядра, а в водороде одно ядро. Поэтому он может обойтись без нейтрона. А в других случаях ядер больше, больше единичного. И им нужна связь, то есть нейтрон. На самом деле, при всей чудовищности ошибки, человек всего-навсего перепугал два понятия. И понятно, почему перепугал. Это, так сказать, оборотная сторона модели семьи, которую мы с вами рисовали без водорода. Давайте попробуйте откомментировать, в чем ошибка в данном случае. Повторяю, нейтроны связывают ядра, а в водороде одно ядро. Поэтому он может обойтись без нейтрона. А в других случаях ядер больше единичного, и им нужна связь, то есть нейтрон. В чем ошибка? Прошу? Он должен быть и ядро, а прохлад. Конечно. Вы просто перепутываете ядро и прохлад. Бывают и атомы с количеством ядер больше одного. Но не бывает, категорически. В каждом атоме одно единственное ядро, просто по определению атома. А вот протон обязательно один в ядре? Нет. Один протон в ядре только у одного единственного атома. Какого? Да, да. Только у одного. Такое, где он унялся. Так что, Володь, вы на самом деле написали все абсолютно правильно. Просто попугали ядро протона. Почему у вас такого? А помните, как выглядел первый комикс по поводу атома? Ага. Мы же там изображали водород, и в качестве ядра сидела мама протона. У вас засело в голове, что, соответственно, в середине атома, то, что находится, можно назвать ядром, а нужно протона. Не верно. Не верно. А теперь, Володь, попробуйте сформулировать правильно ответ на первый вопрос. Почему ядро атома водорода может обходиться без ядрома, а остальные ядра не могут быть? В водороде один протон, а метро служит для связанных протонов в ядре. Хорошо. Берем гелий. Сколько протонов в ядре? В ядре не получится. Два, отлично. А почему гелий не может обойти? Так как одноименная заряда будет отталкиваться. А у протонов? А у протонов свойство 30-го. Стоп, стоп, стоп. У протонов есть заряда? Да. У протонов есть заряда? Да. Заряда не садит. То есть два протона в ядре гелия что должны сделать? Оттолкнуться. Оттолкнуться? Ядро должно лопнуть. А у нейтрона не садит заряд? У нейтрона не садит, славно. У нейтрона не садит. Чтобы вам легче было запомнить все это хозяйство, потому что даже после анимации далеко не все сразу привыкли к этому новому типу. Потому что ядро лития не может обойтись без нейтрона. Скажите, а ядро львового агона из чего состоит? Так, из элементарной части. Протона, P+, и нейтрона. Литий – это элемент номер три. Это значит, сколько у него в ядре протонов и сколько нейтронов. Идея исключительно простая. Что такое номер элемента? Номер элемента – это число протонов в ядре. Элемент номер один как называется? Элемент номер один как называется? Водорог. Водорог. Сколько протонов в ядре? Один протон. Элемент номер два? Делик. Делик. Делик номер два, соответственно, в ядре два протона. Литий – элемент номер три. Три протона. Три протона. А теперь, Элемент, скажите, у протонов заряды одинаковые или разные? Одинаковые. А как ведут вся эти спицы, имеющие одинаковый заряд? Скажите, вы с магнитиками когда-нибудь играли? А, да, славно. Вот берем такой поповообразный магнит. Че есть сегодня вот такие поповы? Одна половинка закрашена синим, вторая – красным. Вот с такими имею дело магнитиками? Отлично. Что будет, если вы попробуете вот так два магнита с синими сторонами друг к другу прижимать? Они отталкиваются. Они будут отталкиваться. Получится два одинаковых пульса. Два одинаковые пульса. Одинаковые, одноименные пульса отталкиваются. А если наоборот красный синим? Советно так же и с зарядом. Как ведут себя чтицы, имеющие одинаковый знак заряда? Отталкиваются. Отталкиваются. А чтицы с разными знаками заряда? Сосет. Притягиваются. Отлично. Задача – удержать компанию из трех протонов внутри гидрополи. Ведь они что должны сделать? Полкнуться. Должны отталкиваться и отбежаться. Атом заверется. Почему гидролития не лопается? Да. Потому что там определяют протоны. Именно так. Именно для этого нужны нейтроны. Частица под названием нейтрон, N0, не имеет заряда. В присутствии нейтронов протоны не будут отталкиваться друг от друга. И ядро станет стабильным. Ничто не лопается на честь. Ребята, учтите, что вообще-то с современной точки зрения отношения между этими частицами во много раз сложнее. На самом деле они не настолько элементарны. Они в свою очередь стоят из более фундаментальных тех вещей, называемых квартал. Но мы с вами работаем на таком уровне, что углубляться до уровня квантомеханической модели нам не надо. Нам достаточно планетарно. Считаем, что нейтроны и протоны, ну, грубо говоря, такие малюсенькие шарики, у каждого есть заряд и есть масса. Вот нам этого достаточно. Хотя на самом деле это все, что бывает, это не так. Как можно не дать столкнуться с прокурами? Да, я не знаю, не метро. Да. Добавить к ним компанию нейтрон. Все ядро станет стабильным. Хорошо, а почему водород может отходиться без нейтрона? А его не очень. У него один потолк. А там нет ему отталкиваться, там еще один прокур. Ну, а от кого он наталкивается? Сами от себя? Это вообще никому не дает. Нейтрон до того поставить можно. Можно, можно. Это будет тяжелый водород, либо Дейтерий, либо Третий. Ради бога. Но большинство всего на нашей планете, в этом случае, как раз от такого легкого водорода, против. Один единственный проточек. Ведерий, еще раз. Никакой нейтрон, по идее, не необходим. Он может быть, но необходимости в нем было. А вот в ядре гелия, сколько нейтрона должно быть? Два. Ребят, как минимум два. Что такое из затопа? Мы же с вами говорили. Из затопа? Да. Конечно, говорили. Но кто помнит определение из затопа? Какое это ядро с большим количеством нейтрона? С большим или с меньшим. Ну, то есть, ядро, которому количество нейтронов, не точно равно количеству продуктов. Да, но это там свободственно сохраняется. Семические, да. Семические, да. Но некоторые из затопы оказываются неустойчивыми. Ядра лопаются. И вот это основа ядерных взрывов. Атомная бомба именно так срабатывает. Лопаются ядро урана, неустойчивые затопы. Что? На уране, а урана, возвращаемся. Ой, если интересно, потом научусь считать. Но не сейчас. Гелитрия у нас тоже стабилен. Гелитрия стабилен. Там один нейтрон. Правда. Здесь нет такого отношения. Дозвольства нет в ядре. Это примерная разница. И законное соответствие числа нейтронов и протонов выводится через квантово-механические исчисления. Туда налазить категорически не будет. Это не надо. Это просто позвучало, что как минимум два нейтрона. Ну, даже одного. Нет, вот как раз. Я просто не дошел до того. Есть такой элемент, который, кстати, в пробах лунного грунта обнаруживается. Порядочном количестве. Гелитрия. Три – это атомная масса. Исходя из атомной массы этого элемента. Как устроены гидролги или А3? Два протона, один нейтрон. Два протона, один нейтрон. Два протона хватает, удерживается. У нас, в земных условиях, он тоже маленький. Но вот на Луне его там... Открыли вот так, сколько на Луне. Хороший вопрос. Как по-вашему, условия на всех планетах совершенно одинаковые или нет? Ну, во всяком случае, некоторые условия спадают, наличие гравитации, допустим, будет существовать везде. Там значения отличные будут разные. А некоторые очень здорово отличаются. Но на планете генназ, соответственно, шоу. В общем, не совершенно симметрично. Вот мы немножечко с вами вернулись к структуре самого гидра. Ответы на все остальные вопросы можно было просто вычитать у себя в гидра. Свои записи надо знать, вести их надо, ну, для вас. Настолько аккуратно, чтобы самим в них сориентироваться. Только так никак иначе. Ну, либо иметь гениальную голову, которая все фиксирует с первого раза. Есть такие люди, которым ничего писать не надо. Они просто загминают все, словно коротко, и все. А для остальных записи. Не ориентируйтесь на красивое оформление тетради. Пишите так, чтобы вам было понятно. Какая атомная масса у элемента, имеющего пять электронов? Итак, какая атомная масса у элемента, имеющего пять электронов? Вот они вокруг ядра, крутятся. Не важно, что с таким репеталем, важно, что они не улетают. Почему они не улетают? Тихо, тихо. Кто их притягивает? Плохой ответ. Протоны ядра. Правильный ответ. А это значит, сколько в этом ядре протонов? Если на оболочке пять электронов. Так, правильно. Итак, если у нас здесь пять электронов, то значит ядре и протоны. Ладно. А почему эти протоны не отталкиваются друг от друга? Должны, конечно же. Сколько нейтронов в самом обычном? Пять электронов. Пять электронов. Пять электронов. Пять электронов. Хорошо. А какая масса, почему точнее сказать, равная масса одного нейтрона? Тихо. Не вас спрашиваю. Один килограмм, полный дециметр. Что, Павел? Один килограмм. Атом на единице массы. Да. Хорошо. Это у нейтрона, а у протона? Тоже. Тоже. Пять и пять сложить умеете? Десять. Ура. Вопрос. Чему равна атомная масса или просто масса элемента, имеющего пять электронов на орбите? Десять атома. Все. Больше. Нет, ну. В семье десять. Ясно, что там будут поправки на электроны, поправки на изотопы, на изотопы, но мы с вами работаем с простейшим случаем. Так? Понятно, что в десять получили? Хорошо. Сделали. Следующим. Какая атомная масса лития и кислорода? Внимание, вот здесь почти все ответили правильно на следующие пару вопросов. Кроме одной очень кучерявой ошибки. Пара людей, в частности Матвей, еще кто-то рядом, уверены, что заряд ядра кислорода и лития равен нулю. И при этом заряд всех ядер всегда равен нулю. Не, ну, с чем перепутали? Не, ну, с чем перепутали. Со всем атомом. Ага. Точно так же, как Володя. Ребята, важно понять, откуда берутся ваша ошибка, чтобы дальше их не делать. Вы просто перепутали суммарный заряд, когда считаются заряд ядра и электрол, и заряд одного тропия ядра. А? Ну, у вас спрашивали, заряд ядра, а не заряда? За исключением этого случая все остальные ответы наобраны. Лития, элемент номер три, это значит, какой у него заряд ядра? Значит, у него три. Кислород, элемент номер восемь. 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 Ребята, номер элемента, это просто количество протонов в китре. Китре с атомной массой. Как обстоят дела? Для кислорода, как считать атомную массу? Сколько веществах? Ну, а номер два. Номер умножается на два. Но в этом случае вы получаете только один из вариантов изотопа. Такой изотоп, где число нейтронов равно числу протона. Для первых элементов, как правило, будет работать нормально, а вот в химии, в настоящей химии, когда пройдете старший период к тяжелым элементам, вот там он все отношение может нарушиться. Причем иногда злобно. Но с теми элементами, с которыми мы работаем, мы этого проведем застоп. Какие атомы могут образовывать ковалентные сферы? Отрепление ковалентной сферы, да? Какие атомы могут образовать общую электронную облаку? Это связь не только для атомов за счет общего электронного облака. То есть, на самом деле, ответ сводится к ответу на очень простой вопрос. А какая пара атомов может образовать общую электронную облаку? Понятно, что как минимум надо два атома. Может ли один атом образовать общую электронную облаку? Это, кстати, достаточно часто ошибка. Я один среди пустыни Сахара. Вот один. Людей вокруг нет. Может ли у меня быть общий с кем-нибудь компьютер? Нет, я один. У меня ничего общего быть не может. А если я вдвоем на яхте путешествую по мировому океану? Ну, мы вдвоем путешествуем. У нас может быть общий компьютер. Да. То есть, чтобы у них что-то общее, надо как минимум два участия. Идея понятна? Да. Отлично. Так что общая электронная пара у одного атома категорически быть не может. Но какая пара атомов может образовать общую электронную пару? У меня еще один электронный на электричество. Ну, еще один электронного атома категорически быть. На одной орбитале. На самом деле, не важно, какой форма орбиталь. Важно, что там электрон неспартный. В этом случае, два неспартных обуха могут перекрыться. И образуется пара электронов, которые будут принадлежать только одному атому или нету? Нет. Нет. Нет, сразу двума атома. Функция на модели водорода мы с вами рассматривали. Вот одно электронное облако. Вот второе электронное облако. Вот два ядра водорода. С скоростью миллиарда раз в каждой точке территории. За одну миллионную долю секунды и так далее. Хорошо. Вот электрон этого водорода залетел в вот эту точку пространства. Ему за 50 минут. А дальше? Есть ли разница в том, какой силой его притягивают вот эти два диагонали? Нет. Это же одинаковое разница. Сила притяжения для него совершенно одинаковая. Налево и направо. Остановиться он не имеет права. Вопрос. Куда он повернет? Направо и налево с вероятностью 50%. 50%. Очень грубо говоря, первый раз повернул направо, а второй раз и зацепует. С тем же успехом повернул налево. Силы до протяжения совершенно одинаковые справятся. 50%. Ага. Ну и за одну миллионную долю секунды. Где он успеет побывать? Везде. Везде уже вот по какой траектории. Смотрите, он летает теперь вокруг двух фетер. Хорошо. А вот ядрогус вылетел. Вот он тоже залетел в эту дуку. Куда он повернет? Налево или направо? Салютно дальше. А это не столкнулся. А какая сила им не достолкнулась? Сила не достать. У электронов какой заряд? Салютно. А как ведут себя чтицы с одноименным зарядом? А никогда не столкнулись? Нет. Просто было электронно. Дереть, что для всего на разных планетах. Да, да. Хотя более четко, конечно, описываются другой системы. Хотя взаимодействуют. Но вам пока, ребят, на этом уровне. Дай бог вот с этим уже раз. Дальше можно на следующем шаге переходить уже к другим моделям. В результате вокруг ядра номер один. Сколько электронов? Два. Два. Два электрона. Это выгодно или не выгодно? Выгодно. Выгодно. Вокруг ядра номер два. Сколько электронов? Два. Вот это облако, имеющее вид восьмерку. Только одному визу? В разном. Нет. Оно общее для двух электронов. Вот оно, общее электронное облако. Так? Может ли теперь левый атом отвалиться от правого? Разбежаться в разные стороны? В разном. Нет. Какая сила держит? Это дешево. Общее электронное опаро. Вот это общая пара. Вот, ребят, за следующий пример меня обидите ногами. Обьют, он был прав, конечно. Но вам так будет проще представить себя. Разноименные заряды, как все это делают? Рабшина, грабшина, 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 притягиваются. Ага, отлично. Берем вот эту точку пространства. Она куда притягивается? Ирадо, да. Понятно, что она притягивается и суда, и суда. Да? Для того, чтобы оборвать атомы друг от друга. Что надо сделать? Надо было сделать сила, чтобы уходящая энергия. Конечно. Конечно. Надо приложить сила, которая бы вот это притяжение разорвала. Так? Еще раз. И это, смотрите, которая позволяет запомнить. Но не описывает реальную систему событий. Потому что реальную систему событий в другом. Но пока есть общая электронная облака, вот эти два этапа связаны. Мы с Тамарой ходим парой с санитаром и с Тамарой. Общая электронная пара их связала. Вот такая связь называется ковалентная связь. И вопрос. Вот наш элемент номер два. Едет. Уделия на электронную облака. Сколько электронов? Уже два. Два электрона. Если честно, можно. Если он не может подвести. Говорят, у тебя связи не может организовать. Как же он указывает, третий электрон в футу туда добавить? Нет. Нельзя, все, приехали. Прикольно. Энергетный благородный газ. Уже модействует с другими веществами, с огромным трудом, хитрыми путями. А если соединить водород и гель? Как вы соединяете? Гель может потерять. А гель может потерять? Это у нас здесь водород, один протончик. Здесь гелий, два протона. А он может потерять протон? Два нейтрона. О, ребята. Он не патронов, а электрон. Электрон потерял? Может во что превратиться? Да, вот. Если один нейтрон. Думать. Дем. Конечно, в геон. Если атом теряет электрон, во что он превратится? В геон. В геон. И вот мы сегодня много работали с водородом, потерявшим электрон. С протоном, геон-водородом. Для биологии важнее что-то, я не знаю. Но вот взять и каким-то образом склеить вот эти два атома в химии никак нельзя. А в физку? А в физку можно. Бывает так, что два атома. Надо взять, разогнать нейтрон, допустим, в ускорителе до огромных энергий. Или электронный пучок, разогнать до огромных энергий. И мишень, содержащая ядр разных атомов, обстрелять этим пучком ускоренных частиц. Ну и под действием такой пальмы, что окажется? Ядра могут поймать новые частицы, либо ядро может плотнуть и, соответственно, разбросать частицы. Вот в этом случае может один элемент превращаться в другой. Но это же не химическая реакция, а какая? Термоядерная реакция. Это физическая реакция, ядерная реакция. А в химии ни один процесс не может менять структуру ядра. А термоядерная реакция еще пословлена? А термоядерная? Термоядерная это вообще хитрая штука. Немножко в сторону, давайте, подскажем. В атомной бомбе, очень грубо говоря, что происходит? Гидро неустойчивого изотока урана или гидроплутония состоит из многих десятков нейтроновых протонов. Точное значение запоминать не обязательно. Вот такое гигантское ядро. Возивший от химии при ядерных процессах в электронной оболочке вообще не интересен. Если такое ядро... Да, если изоток неустойчивый. Вот соотношение нейтроновых и протонов такое, что эти ядро не очень стоят. Время от времени оно само по себе взрывается, разваливаясь на осколке. Внимание, достаточно часто. Что является осколком? Почти такое же ядро, но из которого вылетают лишние частицы. Вылетели лишние протоны. Ну и все, и излучилось некоторое количество энергии. Протоны вылетают с гигантской скоростью. Если по дороге протон врезается еще в одно такое ядро... Оно тоже взрывается. Оно тоже взрывается. Выбрасывает два протона. Нейтроны. Да, ну и нейтроны. И излучается... А какой там? Нейтроны. Стоп. Нейтроны. Сбрасываются нейтроны, правильно? Сбрасываются нейтроны. Ну а теперь, а теперь мы получаем вот такую штуку. Это тоже взрывается. Смотрим. Если у нас маленький кусок культурный, вот маленький кусочек. Вот в этом месте случайно взорвалось одно ядро. Вылетело два нейтрона. Попали мы по этим ядрам. Каждое из этих ядер взорвалось, выбросило два нейтрона. Так, допустим, попало в другие ядра. Ядра взорвались, выбросило два нейтрона. Каждый раз такой выброс сопровождался выделением энергии. Но обратите внимание, пока порция вещества небольшая, много ли энергии выделится? И важно еще вот что. Обязательно ли вылетающий нейтрон попадет по углу? Нет, не обязательно. Он может промазать мимо. Вот, допустим, этот нейтрон вылетел по такой траектории, кто промазал. В результате вот этот ядром взорвется или нет? Нет. Не, не взорвется. Хорошо. А если мы берем большую кофцию еще, вот такую, то вот этот проносший нейтрон по дороге хоть кого-нибудь встретит, у него больше шансов, да? Так что его энергия не пропадет, а вызовет тоже вот такое событие. Начиная с некоторой массы, событие будет развиваться ламинообразно. Два нейтрона вызовут выделение 4, 4 вызовут выделение 8, 8 вызовут выделение 14. Хорошо. Десять раз событий произошло. Сколько нейтрон? 624. Десятая степень двоится. 1024. 1024. А еще 10 раз событий произошло. 1024. Более миллиона раз. Каждый раз выделяется порция. В данном случае происходило уменьшение массы вот этого результата. Самое интересное, что если взять и взвесить вот эти нейтроны и ядро, как положено, окажется ли сумма этих масс равна вот этой ядро? А там еще вот... Вот это, ребят. Помните, мы записывали с вами формулу С, извините, Ген, равно НС квадрат. Вот эта энергия, это как раз энергия чистого перехода массы в энергию. Поэтому, если мы вот так взвесим и сравним вот с этим, окажется, что продукт имеет меньшую массу. Потому что часть массы... Часть массы просто прямо перешло умереть. Да? Называется физический эффект дефект массы. При ядерных реакциях не соответствует массе. А обратно в энергию массы нельзя тревать? Еще раз. А обратно в энергию массы нельзя тревать? Теоретически, возможно, известно, расчеты показывают, что да, переход есть. Но для этого нужны такие энергии, которые, я не знаю, сейчас в современном условии доступны или нет. Просто не в курсе. Обратный переход в дефект. Минус дефект. Отлично. А водородные бомбы? А водородные бомбы совершенно другое. В водородные бомбы сталкиваются два ядра, третия. И в результате из них строится одно ядро гелия. Что при этом оказывается лишним? Нейтроны. Разлетаются нейтроны. Но разлетаются их меньше, чем должно бы быть по расчету. Во что превратились недостающие нейтроны? В энергию. Так вот, это не распад ядерный, а термоядерный синтез. Из двух ядер получаем одно ядро. Это синтез. И дефект масс в одном случае намного больше, чем при распаде. В случае термоядерной реакции выделяющаяся энергия намного больше. Там разница в массе между начальными и чиновыми продуктами больше. Но чтобы запустить ядерный синтез, необходим следующий запал. Ну, вот костер сам все загорится или нет? Нет, все надо. Да здесь его надо. А? Ну, поджечь. Поджечь, спичка нужна, зажигалка нужна, источник энергии. Источник энергии, чтобы запустить термоядерный синтез, должен обеспечивать давление в миллионы атмосфер и температуру в нескольких миллионах градусов. Как на Солнце. На Солнце на такие условия все звезды светят как раз за счет термоядерного синтеза. А у нас на планете, как можно создать условия для начала термоядерного синтеза? Ну, скорее всего, никак. Правильно. Тогда бы не была возможна водородная бомба. В искусственных условиях. Полвека, как же, водородная бомба есть? Есть. Итак, температура в несколько миллионов градусов, давление в порядка миллиона атмосфер. Как создавать бомбы? Сжатие. Ага. Я подошел, устал, сжимает, сжимает. И так до миллиона атмосфер, да? Да. Электродознащение. Это вряд ли. Чем? Ну, с помощью машин. Ну, в смысле... Точно. Я взял хороший джип, запаковал, зацепил канат и стал сжимать, да? Угу. И день еще какие? С помощью атомного. Именно так. Атомный джип. Вот в центре атомного взрыва как раз примерно такие условия, которые даже немножко перекрывают условия, необходимые для начала термоезда. Поэтому в качестве запала водородной бомбы что используется? Термоезда. В качестве запала, в качестве спички. Атомная бомба. Спичкой для поджигания, грубо говоря, в кавычках, термоядерного заряда является атомная бомба. В другом его поджигать нельзя, он не взорвется. Более-менее ответил на ваш вопрос? Да. Вы от меня спрашивали про водородную и атомную бомбу. Соответственно, мы с вами разобрались в ядерном раскладе и в ядерном синтезе. Но это в сторону наших дел. Возвращаемся. Какие атомы могут образовывать ковалентные сведения? А вот теперь химически грамотно рулиручку этого дела сделаем. Кто может объяснить разницу между орбиталью и энергоурованием? Что такое? Давайте в простой форме у нас были несколько моделей, которые мы с вами рассматривали. Это орбиталь, электронный орбиталь и энергоуровень. Разницу, прошу. На энергоуровень, во-первых, он может состояться как и С-мметаль, и как и П-мметаль. Он может включить в себя несколько разных орбиталей. Да. А на С-мметалей может стоить только два электрона, а на П-мметалей может стоить всего 6 электронов, если заходит. Стоп, стоп, стоп. На одной первой? Нет, на 7, на 3. А, значит, для второго энергоуровня на первой эталях, если они полностью заполнены, отлично. Так вот, общее объединение в данном случае будет сколько? Элементы незавершённого энергоуровня. Если энергоуровень незавершён, ну, первый энергоуровень сколько электронов всего включает? Я разумею, 2. 2. Так, значит, в результате на первом энергоуровне только один элемент может нормально образовывать ковалентные шеи. Какой? Какой? С незавершённым. Только в втором? Хорошо. На втором? На втором энергоуровне. Он полностью завершён. Там вторая С-рбитация и ещё три пьяных. Так, в результате у всех, кроме неона, второй энергоуровень завершённый или не завершённый? Не завершённый. Не завершённый. А неон всё стоит в конце. А неон всё, привет, принёх, я. Энергоуровень закрылся, никаких ковалентных средств.